Демократы из палаты Несколько дней назад демократы из палаты сделали кое-что. Ну, что демократы обычно и делали. Они написали письмо Джо Байдену, призывающие его рассмотреть переговоры о мире между Россией и Украиной, до того, как множество украинцев, да и россиян, кстати, умрут. И пока не началась ядерная война, которая уничтожит всю человеческую цивилизацию, звучит весьма логично. Но это так взбесило спонсоров демократической партии, включая военных подрядчиков, что незамедлительно эти так называемые прогрессивисты отозвали свое письмо и обвинили во всем своих помощников, сказав, что все это была ошибка. Так о чем же это все вообще? Вся эта поддержка Украины. Но это не про демократию, так как Украина не демократия. И близко не демократия. Они запретили оппозицию. Что с Джейми Раскин, один из подписавшихся под письмом, член Конгресса от Мэриленда, вроде как раскрыл все карты. Он сделал хвалебное заявление о разнообразии в украинской армии и назвал войну против Путина, цитата, «против ненависти к геям, феминисткам и трансам». Что? Как это вообще связано? Ну, на самом деле связано. Также Раскин добавил, что мы должны поддержать Украину против России, так как Россия, цитата, «источник экспорта теории замены». Что бы это ни значило. Но это относится к нашей внутренней политике, и вы это знаете. А тем временем конгрессмен от Калифорнии Эрик Свауэлл только что вернулся из Киева, где целовал руку сеньора Зеленского. Или как он называет, Киев. Он сказал, что мы должны дать Украине все, что она захочет. Или же, и это может удивить, Россия вторгнется в Соединенные Штаты. Смотрите. Если Кевин Маккарти поддержит этот лозунг «Сначала Америка», то мы не пошлем на Украину ни пенни, и это подорвет ее дух. Битва Украины за демократию — это наша битва за демократию, так как история показывает, что Россия не удовлетворится захватом только Украины. Она продолжит двигаться на запад, и мы лично будем втянуты в этот конфликт. Так что победа над ними там убережет нас от сражения с ними здесь. Для ясности важны только две границы. Границы Украины и ограждения вокруг Капитория. Они священны. Границы вашей страны? У вас нет страны. Толси Габбард, бывший кандидат в президенты от демократов, присоединяется к нам сегодня. Спасибо огромное, что пришли, конгрессмен. Итак, у вас есть прогрессивисты, либералы, ведущие себя, как и всегда ведут себя либералы, говорящие, что может... И я не говорю, что я полностью с ними согласен. Мы должны заключить мир, пока мы все не погибли. А потом они от этого отказались? Почему? Все именно так, Такер. Эти так называемые прогрессивисты сделали кое-что весьма обычное, что, по-видимому, теперь в Вашингтоне является чем-то очень смелым. Это письмо президенту Байдену. Они просто сказали правду о том, как эта продолжающаяся прокси-война с Россией увеличивает негативные последствия как для украинцев, так и для американцев здесь. И как это влияет на цены на бензин, на инфляцию и так далее. И эти прогрессивисты в письме не призывали прекратить посылать помощь Украине. Все, что они сказали, это «Эй, президент Байден, начните переговоры». И, конечно же, ответом, который они получили от разжигателей войны, контролирующих демпартию в Вашингтоне, было немедленное разрывание их наклочки. Так что эти демократические члены Конгресса были так напуганы, что они начали так усиленно извиняться за то, что посмели позволить себе призывать к дипломатии в этой войне, которая угроза нам всем. Они прямо сделали разворот на 180. Они теперь пытаются доказать, что они тоже призывают к войне, говоря, «Нет, не вступайте в переговоры. Мы не хотим, чтобы вы это делали». И это Такер, одна из главных причин, по которой я ушла из демпартии. Она полностью контролируется этими разжигателями войн из Вашингтона. На самом деле им плевать на украинцев, иначе бы они не вступили в переговоры много месяцев назад. Им и на американцев-то плевать, которые едва сводят концы с концами, которые страдают от инфляции, от роста цен практически на все. И это показывает, кому они служат на самом деле. ВПК и Ястребом в демпартии и СМИ. В смысле, из-за этого вас и изгнали из партии? Из-за того, что вы говорили, может, нам не стоит бомбить всех христиан в Сирии? Может, есть другой способ? Нет, только так! Это их красная линия. Война! Но почему это так? И вы знали об этом, когда шли в Конгресс? Нет. Демократы, которых я знала, лидеры демократов, которых я знала, были людьми, которые выступали за мир. Люди, которые, как мой бывший шеф, сенатор Акака из Гавайи, он воевал во Второй мировой. Он знал цену войне. И теперь настолько радикально... Даже эти так называемые прогрессивисты, они заявляли, по крайней мере, раньше, что поддерживают мир. Люди, которые понимали, что для процветания и свободы мы должны жить в мире. И это все еще так. Мы все еще не можем достичь процветания и свободы без мира. Но теперь в демпартии и руководители в Вашингтоне все идут строго по пути ястребов. Никто не смеет сойти с него и сказать, «Эй, дипломатия, давайте займемся дипломатией». Трусы. Какие же трусы. Толси Габбард, спасибо, как и всегда, что пришли. Спасибо, Такер. Субтитры создавал DimaTorzok